Конкурс «Мы – наследники победы» стартовал еще в середине марта, а лучших жюри определяло 5 мая, в канун главного патриотического праздника страны. Был отборочный этап городской, мы очень усердно готовились где-то месяц, шили сами костюмы, постановку делали. Было очень трудно, но нам очень сильно понравилось, очень много впечатлений. Память остается всегда в наших сердцах, и что мы помним об этом, это очень важно для нас. Это стоит дорогого для Крыма. В своих городах и районах длительный отборочный этап прошли школьники из Евпатории, Бахчисарая, Ялты, Джанкоя, Феодосии, Симферополя, а также Красноперекопского, Сакского, Советского и Нижнегорского районов. За период проведения конкурса в нем поучаствовало почти 15 тысяч крымских детей. План работы самого министерства, он в этом году направлен только на празднование 70-летия победы, на все мероприятия, которые должны затронуть абсолютно всех деток, начиная от детсадовского возраста и заканчивая нашими высшими учебными заведениями в патриотическом воспитании. Я хочу сказать о том, что на прошлой неделе у нас прошел финал тоже республиканского конкурса для дошкольников, где дети прекрасно с таким, ну, наверное, чувственностью, сердечностью исполняли те же военные песни. Это тоже действительно дорогого стоит. В финал сумели попасть 20 творческих коллективов и солистов, самые талантливые и артистичные школьники Крыма. Все они, непрофессиональные артисты, хотя своими способностями, смогли заставить сомневаться в этом. На протяжении трех часов патриотические номера юные участники демонстрировали на сцене переполненного зала Академического музыкального театра Симферополя. Ветераны Великой Отечественной войны смогли погрузиться в атмосферу молодости. По задумке организаторов, российские школьники, попавшие на экскурсию в музей, при помощи «Машины времени» оказались в 40-х годах прошлого века. Вокруг приключений юных любителей истории и разворачивается сценическое действие. Зрители удивляли талантом как отдельные исполнители, так и музыкальные группы. В зале звучали ставшие послевоенными хитами «Смуглянка», «Журавли», «День Победы» и другие шедевры. В исполнении крымских школьников, несмотря на свой возраст, зазвучавшие по-новому. То, что дети сегодня участвовали, вот так самозабвенно, знаете, ну вот от души. Стихи рассказывали, песни пели. Ну вот все сидели, наверное, под таким хорошим, очень теплым впечатлением. Слава Богу, что у нас такая молодежь, которая всегда знает, помнит, кто спас нашу Родину. А дети, когда вот участвуют, это дает нам, знаете, такое ощущение хорошей уверенности в том, что мы вкладываем сегодня средства государственные в наших детей, и это самое дорогое, что может быть. С таким поколением молодым нам ничего не угрожает, ничто не будет забыто, никто не будет забыт. Поэтому все будет у нас нормально, и с патриотизмом, и с любовью к Родине. Поколение у нас замечательное, поэтому мы рады, что у нас такое поколение, оно не заболело никакими новыми болезнями, а несет старые проверенные традиции. Жюри оценивало артистизм, качество вокала и хореографических постановок. Несмотря на большое количество участников, почти 100 школьников, все юные артисты дебютного конкурса «Мы – наследники Победы» остались довольны. Организаторы вручили крымским талантам сертификаты на отдых в детских лагерях. 15 участников отправятся в Санкт-Петербург, 22, путешествия по Золотому кольцу России, а все остальные ребята летние каникулы проведут в Евпатории, в санаторий «Алая паруса». Старт хороший, проект массовый, масштабный, ребята удивительные. Я для себя открыла очень много разных направлений, может быть, даже чувств каких-то, которые даже не думала, что могу испытывать в каких-то ситуациях. Мне понравилось, я не знаю, кому судят зрители. Конечно, очень волновались, конечно, очень переживали. Спасибо огромное всем, кто приложил руку к организации этого конкурса. Уже сейчас конкурс «Мы – наследники Победы» крымские преподаватели считают одним из самых интересных и массовых. Дебютный концерт в Симферополе не станет последним, уверяют организаторы. Знакомить юное поколение крымчан с историей Великой Победы школьники будут и в дальнейшем. Со временем расширится и география конкурса. Точку в программе всекрымского финала поставило хоровое исполнение главного праздничного хита. Песни «День Победы» этот шлягер ветеранам подарила прокуратура республики с подачей ее руководителя Натальи Поклонской. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.